Давайте начинать. Вас я очень рад видеть, да еще и с включенными камерами. Это просто небывалое счастье. Безумно рад, что вы наконец-то дошли в таком составе. Собственно, вы давно не забирались, между прочим, хочется сказать. Май, ты как-то пропадала, да? Ты на один раз не делаешь. Ну да, 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 да. Ну вот, наконец-то. Ура, ура, ура. Это большое счастье. Ну что, напомню вам, о чем шла речь на предыдущих лекциях, особенно предыдущей, запись, которую я пока не выложил, но обязательно еще выложу, она обязательно будет, и ты ее сможешь посмотреть. Мы обсуждаем, что наша зрительная система делится на два потока обработки информации. Есть поток, который идет вверх, где путь, который анализирует взаиморасположение объектов и движения. Его мы подробно разбирали, черт знает когда. А есть путь, который спускается вниз в височную долю. Это что путь? Который умеет складывать из точек линии из линий геометрические фигуры, а из них объекты, включая лица, конкретные изображения, даже более-менее абстрактные концепции, такие как все там визуальные образы такого-то фильма, например. Или все визуальные образы такой-то книжки. Или все визуальные образы, связанные с вашими одноклассниками отдельно, которые пришли на пару, отдельно, которые продалбывают пару. Очень удобно. И на самом деле, действительно, все это складывание происходит буквально по нейронным контурам. То есть вот у вас есть сетчатка, которая видит точки. Эти точки немножечко обобщаются вот тут вот в этой структуре, которую вдруг кто-нибудь из вас помнит, как называется. Мы должны у нас на какую-то мысль навести. Да, это аббревиатура. Ну ладно, ладно, не мучайтесь. Смотрите, L это латеральное, в смысле боковое. Геникулус, это колено, коленчатое, ну и нуклеус тела. Да, латеральное коленчатое тело полауса. Супер, классно. Оттуда мы уже точки передаем в первичную зрительную кору, где складываем из них линии. А дальше мы делимся на тот поток, который отвечает за движение, и тот поток, который отвечает за анализ объекта, который нас сегодня интересует. В вторичной зрительной коре мы из линий складываем геометрические фигуры, а в третичные. Дальше мы уже будем складывать какие-то сложные, полноценные объекты. Но сегодня нас с вами интересует совершенно другая история. Сегодня нас интересуют обратные связи. Вот тут есть куча трактов, которые спускаются обратно вниз. От вторичной вниз, от третичной вниз, от количества тела к сетчатке. Есть гигантское количество не только восходящих, но и нисходящих трактов. Все эти связи, которые мы с вами обсуждали так, как будто бы точки всегда в линии, а линии всегда в треугольничке, на самом деле всегда работают в обе стороны. Эти связи всегда двусторонние. И мы с вами в конце самой прошлой лекции догадались, зачем это нужно. Это позволяет нам ускорять обработку информации. Это позволяет нам воспринимать изображение не каждый раз складывая по кирпичикам здания, а воспринимать изображение целостно. По малейшим деталям понять, какой образ имеется в виду, а дальше заставить свой мозг увидеть этот образ, не разбираясь в деталях. Нарисовать как бы его своим в каком-то смысле воображением. Своей памятью, наверное, в большей степени даже, чем воображением, нарисовать. Не тратя время на то, насколько этот ваш образ, который возник в итоге в голове, правда коррелирует с реальностью. Потому что, ну, скорее всего, если он возник у вас в голове, это основано на вашем прошлом опыте, вы именно такие объекты видели. Скорее всего, какая-то корреляция тут есть. Вот такое целостное восприятие мы с вами сегодня и будем обсуждать. И начнем мы с вами с вот этой картинки. Скажите мне, пожалуйста, вот эта вертикальная линия и вот эта вертикальная линия, какая вам кажется длиннее? Ну, очевидно, та, которая правее кажется длиннее. Классно. Гениально. Вот это мудрый ответ. А на самом деле? Одинаковые. На самом деле они одинаковые. Вы уже понимаете фишку всех этих картинок. Конечно. Классно. А тогда ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. А почему же правая кажется длиннее? Ну, наш мозг умный, и он понимает, что это не просто трапеции, а что это как бы полоски, которые уходят в перспективу, и он действительно понимает дальнюю, как такую же, как... Ну, то есть дальние три маленькие, как ближние три большие. Да, абсолютно верно. Супер. То есть в каком-то смысле это не совсем обман зрения. Это не совсем иллюзия. Потому что, если бы мы смотрели не на плоскую картинку, а на реальную трехмерную стену, делающую вот такой вот излом, то действительно то, что занимает три секции, явно длиннее, чем то, что занимает одну секцию. И мы увидели бы реальность. Проблема в том, что мы очень странные приматы, которые бегают не в трехмерном мире, а зачем-то пялятся на плоские ноутбуки. И вот эта наша странность, того мира, с которым мы взаимодействуем, непонятно зачем, и позволяет нам вот так вот обманываться. Мозг нам пытается продемонстрировать реальность, такой, какая она была бы, если бы мы жили в трехмерном мире. Но, увы. И таким образом мы здесь путаемся. Но откуда мозг знает, что эта картинка объемная? Исключительно исходя из, в общем, даже не столько вашего личного опыта, потому что, ну, в целом, выбор экрана ноутбука пялятся довольно часто. Или там на плоские книжки, или на плоские картины, или на плоские стены, на что-нибудь еще плоское, на плоские телевизоры. А сколько на эволюционный опыт? Потому что в ходе эволюции приматов, животных, вообще всех возможных организмов, включая бактерии, никто из них на плоские стены никогда не пялялся. Это некоторые наши изобретения. Никто, кроме нас, в плоские экраны не смотрит. И поэтому, оказывается, что вот этот образ, эта идея того, что мир вокруг объемный, он зафиксировал эволюционно. И вот это поразительная, на самом деле, штука. Наш опыт, казалось бы, должен нам позволять взаимодействовать и с объемным миром, и с плоским. Но за счет того, что эволюция работала в объемном мире, а не в плоском, не на уровне компьютерной игры, а на уровне реального, самодельничного мира, мы видим эту картину однозначно так, как будто бы она находилась бы в объемном мире. Поразительное фиксирование вот той самой модели, которая всплывает у нас на голове. Мы выхватили линии, исходящиеся в перспективу, и сразу нарисовали себе в голове объемную картинку. Не ту картинку, которая тут есть на самом деле, потому что на самом деле на сетчатку попали две одинаковые линии. Но мы увидели объемную картинку, а дальше нисходящая обработка информации чуть-чуть подправили правую линию, чтобы она стала длиннее. То есть получается, что мы осознали эти линии, а потом уже их еще скрепили. И бедная сетчатка, которая не видит там точку в этом месте, ей пришлось ее там срочно увидеть, потому что из талануса к ней пришел сигнал о том, что нет, дорогая сетчатка, тут есть точка. Вот такая вот тирания мозга над бедными несчастными органами чувств. Это, безусловно, тут имеет место быть. О, классно, Маша, привет, очень рад тебя видеть. Ну, пока слышу, но потом вас можно и видеть тоже. Ура, ура, ура. Ну, конечно, на самом деле, такого рода фиксирование образов, которые мы можем увидеть в своей голове, оно не обязательно завязано именно на эволюции. Бывает такое, что оно завязано и на обучении, и на нашем жизненном опыте тоже. И сейчас я вам покажу один из примеров, в котором так может работать. Но перед этим давайте еще разочек сформулируем, что вот на той эллюзии, которую мы забрали сейчас, речь идет об эволюционно фиксированном образе с одной стороны, а с другой стороны этот образ связан с тем, что мы всегда воспринимаем любую картинку априори, как объемную, потому что наш мозг в этом эволюционирует. Вот еще один пример, на самом деле, того же самого рода. Как вам кажется, какой параллелограмм длиннее? Правый или левый? Левый. И левый. Это звучит как правда. Да, левый кажется длиннее, правый кажется потолще, звучит как правда. А если я сотру линии, да еще и вы пальчиками попробуете попереставлять, вот так вот руками, то вы увидите, что они ужас одинаковые. Да не. Ну а попробуй, у тебя есть пальцы, ты можешь померить. Пока все равно. Пока все равно кажется, что типа тот, который справа подолще и поменьше. Возьмите какой-нибудь карандашик, прислоните этот карандаш к крану и поддавите. Как линейка. Ага. Пять. Да ну. Ага, выразительно же совершенно. И вправду пять и пять. Офигеть. И при этом вот так вот. Или прямо вот. Да. Я не доносчик. Очень крутая штука, гораздо более мощная. Почему она более мощная? Хорошо, прости. Потому что связано с контекстом. Потому что связано с контекстом сильнее. Если на верхней картинке у вас были буквально три черточки, которые намекали вам на объем, то тут у вас есть целые два стола прорисованных. Да? Тут кроме общих таких эволюционных линий, исходящихся в одной точке, добавляется еще и в общем как бы ваш жизненный опыт, который видел много раз такие фигуры, и говорит вам о том, что ну абсолютно точно это должно быть так, как вы воспринимаете. Хотя на самом деле, это та же самая по сути иллюзия, связанная с объемом, просто за счет того, что прорисована сильнее, она вызывает более мощный эффект. Клево? Очень крутая штука, очень ее люблю. А что насчет вот этих палочек? Они вам, я думаю, что тоже знакомы уже. Я, мне кажется, вам их даже уже показывал. Какая кажется длиннее из горизонтальных линий? Ну верхняя. И почему? Ну потому что мы видим, что, ну соответственно, боковые палочки расставлены в сторону, значит она, как бы общая, общая ее длина длиннее. А почему, если боковые палочки расставлены в сторону, то общая длина длиннее? Ну, как это объяснить? Сейчас. Почему обман какой-то? Нет, ну... Нет. Это же не одинаково, это понятно? Ну да, на самом деле они одинаковые, да. То есть я могу вот так вот стереть, и будет видно, что они одинаковые. Да, вообще не вопрос. Да, ну если они есть, то кажется, что верхняя длиннее. Это еще разочек, та же самая иллюзия. Это все пока то же самое. Просто я потихонечку усложняю примеры. Интересно, почему так интересно? Так, связанно должно быть с контекстом. Давайте я верну, вот сравните верхнюю картинку. Здесь. И верхнюю картинку здесь. Что между ними общего? Желтого. Почему ваш мозг решил, что... Это равные палочки. Равные палочки, да. Почему ваш мозг решил, что эта фигура объемная? Потому что она выглядит как объемная, я не знаю. А почему она выглядит как объемная? Да. Ну, верхняя, потому что это как перспектива выглядит. Да, потому что линии сужаются к одной стороне. Это выглядит как перспектива. Так, намекаю. Нет ли тут линий сужаются? Уже нет. А как раз влияет? Тебе? И уже не видно тут перспективные какие-то перспективы? Вы, может быть, это и не видите, в том смысле, что не осознаете. Но ваш мозг, видя линии, исходящиеся в одной точке, сразу думает о перспективе. Сразу рисует вам объемную фигуру. Какой глупый. Какая эволюция умная. Зато. А мозг, да, правда, подводит. Смотрите, нижняя картинка, это вот такая история. Эта фигура выпуклая на вас. Да. А верхняя картинка, это вот так. Да? Верхняя картинка вот так, а нижняя вот так. Да. Да. Верхняя, значит, должна быть верхняя, наверное. А, нет, а типа... Сейчас проверю, ай, почему верхняя тогда нет? Верхняя дальше от вас. Да. Если на сетчатку попадает одинаковое изображение... Если они одинаковые, то значит, та, которая дальше, она как-то лучше. Конечно, да. Если на вашу сетчатку попадает одинаковая площадь, как бы тень от фигуры, свет от фигуры, а при том, что одна из них дальше, значит, она больше. Вот такая штука. И на самом деле, такие иллюзии работают, конечно, не только на нас. Те из вас, кто ходил в первом полугодии ко мне и видели вот этого уже прекрасного, чудесного попугая, которого зовут Гриффину, помните, Айрин Пеппенберг с ним работала? Вот этот попугай тоже совершенно замечательно. Так, сейчас, оп, секундочку, давайте я вам включу звук, чтобы звук у вас тоже был. Да, он вообще, он там цвета распознавал, да? Да, он вообще зайчка. Так, у меня, извините, обновился... Боже, у меня обновился зум, и я не понимаю, как это дать доступ к звуку. Все, нашел. Дальше уже не принципиально. Все. Вот это самый был важный момент. Да, то есть, это на самом деле действительно срабатывает более-менее на всех животных, потому что они все взаимодействуют с объемным миром. Совершенно неудивительно, да? Попугай прекрасно летает в прекрасном взаимодействии с объемным миром, и вот на Гриффине Айрин Пеппенберг, о котором я вам рассказывал в прошлом полугодии, это все тоже совершенно замечательно работает. Но фиг с ним, с такими простыми иллюзиями объема, давайте усложним. Вот так. Скажите мне, сколько тут вогнутых кружочков? Ну, как бы, либо один, либо пять. А вот давайте проголосуем. У меня как один. А у Миши один, у тебя сколько? Мне тоже кажется. Все-таки один. А Маша, скажи что-нибудь, или напиши что-нибудь в чат. А, здрасте. О, привет. О, класс. Здорово, здорово, здорово. Извините, я все-таки не успела, да? Это прекрасно, я очень рад тебя видеть. А сколько у тебя тут вогнутых кружочков? А вниз вогнутых, в смысле? В смысле вогнутых. А, вогнутых один. Один. У всех один? Классно, договорились. А теперь смотрите, внимательно. Это та же самая картинка. Я с ней делаю магию. А теперь сколько у вас вогнутых? Все остальные, кроме этого, которые вы любите. Да. Что за ерунда? А, ну потому что тени. Так, потому что тени. Абсолютно верно, да. Свет освещает сверху, значит, если что-то выпуклое, оно будет освещено сверху. Если что-то впуклое, оно будет освещено снизу. Но тени, прости, от чего? От солнышка. А, видишь ли, тут нарисованное солнышко. Где я тут нарисовал солнышко? Не нарисовал я солнышко. Верно, эволюционно привыкли, что она светит сверху, и мы такие, ну как бы, значит, светит сверху. Смотрите, то есть ваш мозг к этой картинке подрисовал солнышко, которого тут нету. Но ваш мозг, обученный действительно эволюцией, классно это солнышко тут подрисовал. Огонь же. Очень круто. Ставим наоборот. А теперь совсем наоборот. А теперь сколько? Тяжело. Тяжело. Ну, тут реально, как посмотреть. Типа, если посмотреть вот так, то... Ага. У нас нет определенного источника света, потому что наш мним источник света не может подходить. То есть он невозможен. Супер. Классно. Поэтому... Да. У меня нет определенного. Абсолютно верно. Но попытайтесь вспомнить свое первое ощущение. А раньше... Один, один, один выпуклый, и все стреляют. Раньше ты увидела один выпуклый. А Миша, ты? Да, точно такое же. Точно так же. Маша. Я вижу, например, три вогнутых. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Я здесь просто у меня проблемы с управлением экрана. У меня так же. Так же. То есть, смотрите, мы получаем некоторый разброс. Да? Небольшой, потому что у нас не очень много. Но разброс. Я вижу левый вогнутый, а правый выпуклый. А это очень прикольно. Вот в тот момент, когда мы привернем изображение так, что солнце нам подсказку не дает, нарисованное в нашей голове, сразу мозг начинает впутываться. И то, от чего зависит, как мы увидим, зависит действительно от того, с какой стороны посмотреть. Но, возможно, еще и от вашего прошлого опыта уже. Не эволюционного опыта поколений, а прошлого вашего непосредственного опыта. Где у вас на рабочем столе стоит лампа? Где, откуда падает свет сейчас в вашей комнате? Да? А ваш мозг может учитывать этот момент. Может учитывать момент, где у вас там вот-вот-вот-вот-вот-вот, да-да-да, все правильно показываешь, да. И вот это все уже тут же может начинать влиять на то, как ваш мозг подрисует образы. Вот такая поразительная штука. Минутка индивидуальности в такой большой нейробиологии. Вот так тоже бывает. Таким образом, образы, таким образом, контекст мы расширяем от объема, да еще и освещенности. И это тоже обязательно-обязательно-обязательно нужно учитывать. Окей. А теперь посмотрите на вот эту красоту. Кто из вас тут что видит? Так, я слышал про березу. Еще была какая-то мысль. Ну я сказала, что это вид трубок, которые какие-то внутри выпуклые штуки. Три, или труба с пуклостями? Так. На самом деле, да, первая у меня тоже была труба, но когда сказали березу, можно видеть березу. Ага, клево. Ну вообще, это либо труба с выпуклостями, либо с две стенки, то можно увидеть. Ага. А я вижу, знаете, когда двери метро закрываются, и все пытаются их открыть, чтобы побыстрее влезть внутрь, чтобы успеть влезть внутрь. Вот такая картинка. Снижающиеся двери и руки, которые пытаются их разогнуть. Или какой-нибудь медведь, который лезет куда-нибудь по дереву. А, да, и спереди. Да, вот это тоже. Я подумала, когда сказали про берез, я езжу. Вот, вот, вот. Ага, да, 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 да. А на самом деле это две вертикальные линии с какими-то четырьмя закорючками. Да, и тем не менее мы это все с вами замечательно, своей нисходящей обработкой информации можем классно уже на уровне воображения дорисовать до еще более индивидуализированных вещей, чем в случае с верхней иллюзией. Да, тут мы можем дать своей воле и фантазии гораздо больший полет и нисходящая обработка информации заставить себя увидеть, вообразить еще более клевые штуки. Да, вот настолько на самом деле все эти индивидуальные особенности тут могут играть роль. Окей. А теперь посмотрите к этой картинке. Я боюсь, что зум немножко съедает качество, но все-таки более-менее, я надеюсь, видно. Вот если присмотреться, вот такая совсем светлая линия, которая прорисовывается квадратик, она такая чуть-чуть белее, чем фон. Видите? Очень плохо очень плохо Маша видит, Миша видит хорошо, Майя? Ну, когда сказали, то Маша не заметила. Да, да. Майя заметила только, когда сказали, но заметила. Единственное. Но вообще ее нету, если что. Нету там линии, в общем, неудивительно, что Майя не увидела, пока я не сказала. Нету там никакой линии. Вы можете взять просто пальцы и закрыть у себя на экране вот эти вот уголки, и вы замечательно обнаружите, что никакой линии там нету. Ну, в чем дело? Ну, Мы видим белый квадрат, и мы ее фоновое освещение видим контур белого квадрата. Абсолютно верно. Вы видите уголочки, ваш мозг понимает по уголочкам, что это квадрат, и нисходящая обработка информации из вторичной зрительной коры, которая отвечает за геометрические фигуры, начинает посылать сигналы в первичную, что первичная нарисовала вам линию там, где ее нет. И вот это принципиальное отличие этой люди от того, что мы были до этого. Раньше мы что-то там дорисовывали, что-то там искажали, что-то видоизменяли, впукливали, выпукливали, вот это вот все. А тут нет линии, ну, ее просто нет, но мы ее видим. Ну, где мы удлиняли линию, мы тоже брали и... Ну, это просто растягивали. А тут нет линии, вообще никак. Тут вот есть точечки, там, где в уголочках. Уголочки, что же не нарисовано? Там есть просто точечки. А линии тут вообще нет. А мы ее нарисовали. С нуля вообще. Вот настолько мощный, на самом деле, самый эффект нисходящей обработки информации. Таким образом, наш любимый Гриффин из первого модуля самого, а он тоже вполне себе эту иллюзию видит примерно так же, как мы. Вот такая вот поразительная штука. А теперь моя любимая магия. Смотрите, какая красота. Какая фигура тут вращается, скажите мне. Овал. Овал. Да, понятно, что на самом деле, в общем, никаких границ этого овала тут не нарисовано. Ну, я волнирую. Вот. Не видишь? Ну, вижу, когда сказали, но так сразу нет. А, если смотреть, если смотреть просто на картинку, то, то, нормально. А если в центре креста, то это просто звезд, на которую он удар такой лавкой делает. Да, который танцует. Да, да. Но вот эта наша поразительная способность увидеть здесь овал, она же совершенно невероятная. Да? Таким образом, мы в нашей интерпретации на уровне что пути, на уровне нашей височной доли, мы должны учитывать движение. И вот это важная мысль, мы к ней с вами еще вернемся в конце сегодняшней лекции, но пока просто обратите на нее внимание. Да, что для того, чтобы нисходящая обработка информации сработала, иногда используются информации не только из что пути, но и из где пути. Мы добавляем движение, и это движение позволяет нам интерпретировать формулу. Для нас с вами это означает, что что пути, где путь не независимы друг от друга. Что на самом деле это не просто зрительная кора из-за той общей доли, которая разделилась на вентральные и дарзальные потоки. Значит, что эти потоки между собой очень здорово связаны. Для того, чтобы даже вот с таким движением уметь вычленять из нее фигуру и нисходящая обработка информации ее рисовать. Очень сложный, очень мощный эффект. Окей. Что тут написано? ABC. ABC, да, ABC. Классно. Что тут написано? 12, 13, 14. 12, 13, 14. Вы уже поняли фишку. Средний символ, он читается по-разному в зависимости от смыслового теперь уже контекста. Я такое сделаю, и я чувствую себя иксейной. Да, да, да. Есть такое. Да, 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 да. Да, на самом деле то, что написано тут посередине, оно вообще-то на B не очень похоже. Ну так. И тем не менее, когда я вам первый раз ту штуку показал, вы все это прочитали, как говорят. Потому что смысловой контекст. Потому что смысловой контекст тоже позволяет вашей величиновидной извинении пересмотрите прошлую лекцию, когда я вам ее отправлю, если вы забудете, что это такое. Это главная часть что пути. Уловить этот самый смысл и заставить нас увидеть в область распознавания графем, который у нас есть на этой самой величиновидной извинении, увидеть таки наконец-то вот такую вот чудесную красоту. Более того, когда я вам показывал первую картинку, вы все видели центральный символ как B. Когда я вам показывал вторую картинку, вы все видели центральный символ как 13. Никто из вас не озвучил, что это какая-то заказябра, которую можно проинтерпетировать так и так. Это не было очевидно, пока я не поставил вам две картинки вместе. Таким образом, вы узнавали только один из возможных образов. Вы использовали только одну из возможных интерпретаций в один момент времени. Переключаться вот теперь вы между ними можете, но в единственный момент времени вы видели только одну из них. То есть, нисходящая обработка информации рисует образ всегда однозначно, без вариаций. И только если мы поняли, что что-то пошло не так, тогда мы нарисуем образ другой. Но сама рисовка, она остается абсолютно однозначной. Вот той самой нейронной цепочкой, по которой сигнал из веретиновидной извилини дойдет до первичной иззывидной коры и спустится через таламус к глазам. Вот такая штука. Еще одна классная картиночка. В ту же самую степь. Кто что тут видит, расскажите мне. А, это та самая, которая с девушкой старухой? Да. Да, классно. Я всегда первым делом вижу девушку. Я вообще не у меня точно такая же ассоциация. Пульс какой. А у меня, видимо... Мне всегда требуется какое-то время, чтобы ее увидеть. То есть, каждый раз я знаю, что я всегда знаю, что там старуха, и мне всегда требуется по разеку, чтобы ее увидеть. Да. Да, да, да. У меня, видимо, уже возраст. Я вижу сначала старуху. То есть, я легко, конечно, переключаюсь на девушку, вообще не вопрос, но сначала вижу старуху. А на самом деле, опять-таки, обратите внимание, что вы не можете с одной стороны осознать сходу, что тут нарисована какая-то невнятная галиматья, девушка-старуха все вместе переплетено, и вообще что-то непотребное. А с другой стороны, вы не можете увидеть девушку и старушку одновременно, даже если попытаетесь. Даже если сейчас приложите усилие, это сделать почти невозможно. Это либо один образ, либо другой. Очень сложно сделать человека с двумя лицами на этой картинке. Это, ну, может быть, получится сделать, если прям сильно поднапрячься. Если прям представить себе это как отдельный третий какой-то образ человека с двумя лицами. Получается, да? Не очень. Если на точку в центре смотреть, то почти. Да, вот он монстр, да? Так, как он тут нарисован художником. Почти не получается. Но это сложная задача, да? Потому что мы с вами с такими монстрами в своей жизни не сталкивались. Если бы я вам эту картинку показывал каждый раз и каждый раз спросил бы вас натренироваться на этот навык, видеть тут одновременно человека с двумя лицами, тогда вы бы, конечно, в конечном счете у вас было бы три потенциальных модели, между которых вы бы выбирали. Но пока что это еще довольно сложно. Требуется очень высокая доза средоточенности для того, чтобы увидеть вот это вот бликва януса женского пола на этой картинке. Вот такой эффект. А это самая мощная картинка. В какую сторону вращается? Слева. Слева. Слева не вращается. Ладно, ну вращается. Правда. Руки. Опа. А теперь вправо. А теперь вправо? Хм, казалось бы, просто добавили цилиндрик. А если вот такой цилиндрик добавить, немножко по-другому ориентированный? А-а-а. Вращение в ту сторону. Так, ладно. Классно. А теперь смотрите. Это просто изображение, да? Конечно. Которое просто... Да. Вот так. Одно вращение. Вращается, а делаем вот так. Да, она делает рыбкой, становится рыбкой. Посмотрите, насколько быстро, смещая фокус вашего внимания, мы можем переключать ваш мозг между разными моделями. Это на самом деле поразительная быстрая история. Когда на самом деле это просто штука, которая долбается туда-сюда и делает рыбку. Но когда вы смотрите сами, без подсказки, это довольно действительно сложно. Но в целом вы можете заставить выбирать сторону, в которую она будет вращаться. А вы просто, глядя на эту картинку, попытаетесь сейчас заставить ее вращаться. У кого она не вращалась куда-нибудь, вниз, например. Давайте отмотаю назад. Попробуем вниз. Сможете сделать так, чтобы она вниз вращалась? Да, да, очень спокойно. Ага, да. То есть, получается переключение? Да, да. Это, на самом деле, несложно. Но, опять-таки, получаете ли у вас пиеттон сделать так, чтобы вы видели вращение несколько одновременно? Одновременно и вверх, и вниз. Одновременно и вниз, и влево. Нет, не получается. Ваш мозг? Нет. Да, в каждый момент выбирает, какую модель рисовать. Вот ту странную рыбку, которую он перед собой выпитет, когда он там играет на гармошке сама с собой. Вот эта вот рыбка, она, она больше похожа на вращение направо, вращение налево, вверх или вниз. Исходя из того, что ваша верительновидность введена, что пути выбрала, то она вам и вырисовывает нисходящую обработку информации. Очень красивая история. А теперь еще лучшая история. Хотя на самом деле, конечно же, играет в ту же самую степь. Кто готов прочитать не слова, а цвета, которыми раскрашены слова? Я просто попробую. Там Маша вызвалась первой, там Маша вызвалась первой, прости, Миша. Там Маша была первая. Она подала голос раньше. Маша, давай. Так, окей, только цвета. Красный, синий, жёлтый, зелёный, красный, синий, зелёный, красный, жёлтый, зелёный, зелёный, жёлтый, красный, синий, и красный. Клёво! Ну, чувствуешь, как сложно? Миша, попробуй. Да, очень. Ну да, это сложно. Миша, попробуй побыстрее. Попробуй погнать, Маша. Попробую сейчас. Красный, синий, жёлтый, зелёный, красный, синий, зелёный, красный, жёлтый, синий. Зелёный, зелёный, жёлтый, красный, синий, красный. Клёво! Огонь! Да, с одной ошибкой, но в целом довольно быстро. Майя сможет без ошибок еще быстрее? Очень сложно. Погнали. Красный, синий, жёлтый, зелёный, красный, синий, зелёный, красный, жёлтый, зелёный, зелёный, жёлтый, красный, синий, красный. Класс, вот это да, огонь Очень круто, очень круто Да, вот это было совершенно потрясающе То есть смотрите, действительно в этом есть Очень большая сложность, вы физически буквально чувствуете Как ваши извинены в этот момент Начинают адски скрипеть Это безумно сложная процедура Как вы думаете, почему? В чем тут сложность? Ну, надо переключить Фокус внимания с Смысла текста на Цвета, который на самом деле нам не важен Как будто мы Когда видим буквы, мы их тут же Обрабатываем И как-то быстрее у нас В мозгу возникает, чем цвет Который мы видим То есть получается, что Образ букв, образ слов Врисовывается быстрее, чем образ цвета Более автоматически, а почему так? Ну, потому что мы столько раз Уже читали, что У нас опыта Хотелось у нас опыта распознавания цветов Идея должна быть Оглубь Так 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 Но нам важнее получается тогда Нам важнее смысл текста Ну, я думаю Тут еще усугубляет все Что это именно цвета А почему это хуже? Да Почему это усугубляет? Ну, то есть если бы тут были какие-то, я не знаю Названия животных написаны То мы бы спокойно назвали цвета Вообще без вопросов Так Ну, когда мы конкурирующие То да Как будто То есть То есть Когда мы Тело Напределось У нас он образ создает То есть образ Всякого цвета И мы как бы Должны ассоциировать этот цвет С другим цветом Это ломает мозг Супер Вот это очень верное наблюдение То есть получается, что Когда вы называете цвет У вас в голове возникает Образ этого цвета Да Дорисуйте его В своей как бы условной голове И когда он конфликтует С надписью Это сложно И Почему-то В этом конфликте Хочет очень выиграть надпись Тот цвет, который возникает от надписи Хочет очень выиграть Над тем цветом Которым написан текст Всегда это происходит Это происходит в тот момент Когда вы Когда задача стоит в том Чтобы вы прочитали этот текст Вы действительно довольны часто В окружающем мире Обращайте внимание на буквы и слова Ну и на цвета Там тоже, когда дорогу переходите Вы тоже обращаете внимание Ну и в целом Запоминаете Какие объекты такого цвета Да, да, да Но читаем мы чаще то, что написано Чем Конечно Да, но цвета вы не читаете Да, да Уже автоматически Цебочка Что то, что ты прочитал Да Абсолютно верно То есть Тут мы снова с вами видим пример Когда восприятие связано с действием Когда уже не где путь передает информацию Что пути А что путь передает информация Немножечко где пути Чтобы там повзаимодействовать Еще и с движением И это движение тоже влияет на наше восприятие Чувствуйте, насколько что и где путь Очень плотно друг с другом контактирует Да Это фантастический совершенно эффект На этом фантастическом эффекте Настало время Дать вашему уставшему Вашему уставшему извилинам От этой иллюзии Глюкозки И отпустить вас на ужин Ну а через 10 минут продолжим Отдыхайте Приятного аппетита И вам И вас Пока мои школьники отдыхают И проявляют смещенную активность В ожидании жуткого зачета Вам я скажу Что если вас интересует Каким еще образом восприятие Влияет на поведение А поведение на восприятие То специально для ответа на этот вопрос Я придумал и запустил курс По биологии поведения Который будет длиться весь этот месяц И уже в ближайший вторник Вы сможете присоединиться К одной из его лекций Посвященной социобиологии Важнейшему разделу наук о поведении Которая объясняет Взаимодействие разных организмов Внутри одного вида Или даже между разными видами Через эволюционные преимущества И недостатки Разных потенциально возможных Типов поведения В нашем поведении Эволюционного наследия моря В поведении Разных других существ Бесконечное количество Этих аспектов Мы с вами можем обнаружить Так что присоединяйтесь К этим лекциям Все подробности о том Как на них оказаться Есть в описании К этому ролику До встречи Супер Классно Ну что я думаю Что остальные подбегут А мы с вами Давайте продолжать И в рамках такого ожидания Всех остальных Давайте я скажу Важную техническую вещь Что на следующей неделе У нас последнее занятие Перед зачетом То есть в следующей неделе Еще одна лекция по зрению будет А потом уже соответственно Будет обязательно занятие зачетное Я надеюсь Что к этому зачету Я смогу выложить все записи Уже наконец-то И вам будет немножко Повеселее работать Ну что А мы с вами продолжаем Очередной зрительной иллюзии Посвященной тому Как наш мозг Уже на таком целостном уровне Воспринимает все те объекты Которые он не складывает Как мы выяснили по кирпичикам А видит как единое Цельное А потом все эти кирпичики Наглым образом Вырисовывает Нисходящая обработка информации И это Знакомая вам картинка Самый-самый-самый Первый Кажется Лекции этого курса Но с некоторой модификацией Помните У нас в той версии Которую мы смотрели На самой Кажется Первой лекции По зрению Тут была нарисована крыска И мы проводили С вами такой опыт Я вам просил Закрыть левый глаз Вы собственно Сейчас можете Это тоже сделать Закрыть левый глаз Правым глазом Посмотреть на крестик Слева И Немножко походить По комнате Подвигаться По помещению Так Чтобы в какой-то момент Та мышка Которая была нарисована Справа Исчезала Но Мышка Которая нарисована И исчезает Это неинтересно Вот тут Никакой мышки нет Тут вообще Ничего нет Просто дырка Что если Дырка попадает В слепое пятно Поймайте Слепое пятно В дырку Левый глаз Закрыт Правый на крестик Ищите Там дорисовывает мозг Там мозг Дорисовывает Сердочку Потому что он типа Слепое пятно В мозг Умил Он пытается Продолжить Картинку Поскольку Он не запомнил Что там типа Дырочка Он рисует Дальше Клеточку Классно Представляете То есть одно дело Убрать что-то Изнутри А другое дело Опять таки снова Нарисовать Ваш мозг Убирая Ничего То есть дырку А это буквально Ничего Вставляет туда Изображение Слепое пятно В котором Что-то не исчезает А что-то появляется Что-то рисуется Вот такая Обратная Иллюзия Слепого пятна Получается Очень крутая Штука Безумно не люблю Особенно я ее люблю Вот за что С одной стороны Понятно Как это работает То есть опять-таки Мы Видим там дырку Мозг видит там дырку И поэтому Он просто Дорисовывает Нисходящие Обработки информации Линии Потому что фон Устроен довольно Очевидным образом Он предсказуемый Мозг Эту предсказуемость Продолжает в виде линии Но с другой стороны Те иллюзии Которые мы с вами Обсуждали до этого Были построены на том Что мы Схватываем Какие-то элементарные Особенности Окружающей среды Видим образ Для того Чтобы в общем-то Как-то взаимодействовать С этим образом Адекватно Чтобы в трехмерном мире Не врезаться в стенку Чтобы в трехмерном времени Вставлять пальцы Вогнутую розетку И не вставлять пальцы В выпуглую розетку И так далее Для того чтобы Как-то грамотно С этим объектом взаимодействовать Слепое пятно Это не объект Вашего поведения Слепое пятно Это объект Вашей физиологии Я даже сказал Вашей анатомии Кто-нибудь помнит Откуда берется Вообще слепое пятно? Из-за чего она возникает? Ну, из-за того, что нервы... Ну, есть... Где нерв выходит, там нет рецептора сетчатка. Да, абсолютно верно. Дело в том, что сетчатка у нас перевернута, инвертирована. Да? У нас глазной нерв выходит не из глубины сетчатки, не из ближней точки к мозгу, а из точки, довольно близкой к зрачку. Да? Самая ближняя к зрачку часть сетчатки. Вот оттуда выходит глазной нерв, прорывает все слои сетчатки надсквозь и уходит в мозг. У нас инвертированная сетчатка, у нас целая лекция была про то, как так получилось. И таким образом у нас действительно оказывается, что есть участок пространства, в котором нету фоторецепторов, потому что там глазной нерв вместо них. И это действительно элемент просто буквально вашей анатомии. И тем не менее, а зрительные иллюзии постоянно работают, а ваши нисходящие обработки информации работают и на то, чтобы подкорректировать вот этот прикольный баг еще и в анатомии тоже. Вот такая штука. А теперь... Дырка же, она такая огромная. И тем не менее, да? Огонь? Очень круто. И вот, ну, слепое пятно, оно же не такое большое. Не, оно большое, слепое пятно прям большое. Глазу не в толстенький. Слепое пятно здоровое. Оно прям здоровое. Помнишь, у нас... Дырка, дырка, дырка больше, чем слепое пятно? Если у вас дырка пропадает целиком, значит, она меньше, чем слепое пятно. У меня не пропадает целиком. Вот. Значит, надо подальше отойти от экрана. В связи с тем, что я закрываю... Я не могу закрывать левый глаз, просто... А, ага. Ну, ты можешь вот так. Вот так, вот так. Поэтому я его... Да, куда-нибудь... Да, да, да. Нет, это не проблема. Возможно, тебе нужно просто подальше отойти от экрана и тогда это сработает. Тебе нужно уменьшить размер этого слепого пятна, этого объекта, чтобы он поместил изнутри слепого пятна. Возможно, здесь в этом будет дело. А таким образом, на самом деле, если немножечко поспекулировать и отойти от какой-то науки-науки и немножечко занять спекуляциями, то смотрите, какая штука у нас тут может забавная вырисоваться. У нас с вами есть элемент нашей анатомии дырк в глазу, слепое пятно, дырк в нашем восприятии. Для того, чтобы она нам не мешала, нам необходима нисходящая обработка информации. Так может быть, наша способность осуществлять нисходящую обработку информации для того и возникала? Не только для того, чтобы ускорять обработку информации, но и просто тупо для того, чтобы дырок в глазу не было. Для того, чтобы не было слепых пятен. А все вот эти остальные бонусы, связанные с дорисованием того, чего нет, преобразованием того, что есть, с нашей способностью фантазировать, это все просто из-за того, что глаза дырявые. Не было бы трябой сетчаткой, не было бы фантазии. Это же причина. Ну вот, я специально говорю, что это, конечно, сейчас немножко утрирует. То есть, разумеется, вряд ли это была прямо такая основной причина. Но важно понимать, что здесь, скорее всего, речь идет именно о комплексе причин. Да, с одной стороны, верно то, что мы обсуждали на прошлой лекции, что нисходящая обработка информации позволяет быстрее анализировать информацию, пусть не так точно, как восходящая, но зато быстрее. И это может давать эволюционные преимущества. Но, с другой стороны, есть тоже важная вещь. Дырки в сетчатке. Вот дырки в сетчатке нам явно мешали бы, если бы не нисходящая обработка информации. А за счет ее наличия мы действительно вполне себе, хотя бы, видим мир недырявым. Это может быть не менее важно. Вот откуда тоже внезапно может расти фантазия. Как фантазия может расти из особенностей анатомии. Совершенно фантастический перевертыш выходит. И на самом деле, это не финальный перевертыш этой истории. Вот мы с вами уже связали воображение с физиологией. А теперь давайте свяжем наше воображение с поведением, реализованным на очень высоком уровне. Рассказываю историю, которую я вычитал в книге Оливера Сакса «Галлюцинация». Я вообще вам очень советую все книжки Оливера Сакса. Они совершенно потрясающие. И человек, который принял свою жену за шляпу, и многие-многие разные другие, они все совершенно восхитительные. В этой книжке, в частности, он рассказывает, собственно, историю, которая случилась с дедушкой ученого Шарля Банне. Собственно, который эту историю и описывает. Какое приключение случилось с дедушкой Шарля Банне? История следующая. Сидит этот самый Шарля Банне, скучный ему. Он приглашает своих дочерей в гости. А Шарля Банне уже старенький, он дедушка, зовет своих дочерей в гости. А он уже давно их не видел. Приходят дочери к нему, все вполне себе в порядке, но проблема в том, что приходят они не они, а с мужьями своими. Ну, то есть, как бы не то, чтобы это проблема, но просто, ну, в целом могли бы предупредить. Он вообще не знал, что они замужем. Ну, как-то несколько неловко. Просто взяли и притащили мужей. Ну, значит, они сидят, он накрывает на стол, всем, значит, там, раздает еду, столовые приборы, начинает с ними общаться. И тут выясняется, что никаких мужей нету. Это галлюцинация. Есть идеи, из-за чего у Шарля Банне, из-за какой особенности его физиологии и анатомии, у него могла возникнуть такая сложная галлюцинация. Ну, скорее всего, это работает так, что он сначала подумал, что они пришли с мужьями, а потом пришел в обратную сторону, на сетчатке себе нарисовал. Ну, не очень понятно, почему он подумал так. Да, да, да. Вот это неочевидный момент. То есть, понятно, что здесь речь идет о нисходящей обработке информации, которую нарисовало этих мужей. Но вопрос о том, действительно, что как бы послужило триггером. Мы же все-таки сначала восходящие должны хоть какие-то кирпичики найти, чтобы подобрать примерно подходящий им образ. А тут этих кирпичиков явно нету. Ну, как бы вошли там две его дочки. Нету никаких кирпичиков. Они не вошли с муляжами, с чем-то еще. Да, они просто вошли. Как будто бы триггера не было, а эта штука, нисходящая обработка информации, все равно сработала. Вот это странно. Для того, чтобы чуть попроще было разобраться с этой историей, давайте я расскажу немножечко более простую версию синдрома Шарля Банне. С одной стороны, более простую, а с другой стороны, более часто встречающиеся. У гораздо большего количества людей с этим синдромом никакие мужья не видятся. У гораздо большего числа людей просто время от времени по комнате вокруг них, в комнате вокруг них начинают какие-то такие странные абстракционистские мультики происходить. То какие-то лица появляются, то какие-то квадратики, треугольники, овальчики начинают летать, волнистые линии начинают летать. Вот так происходит при синдроме Шарля Банне гораздо чаще. Помог ли этот мой намек вам понять причину проблемы? У меня еще приписано намеков, я могу продолжать. Ну, либо какие-то другие факторы, ну, типа, я не знаю, то есть какой-нибудь там шорох, и он как будто намекает, ну, типа, с чего бы ты мне деловал, если его там... Непонятно, да? Согласен. Окей. Еще чаще при синдроме Шарля-Банэ, чем летающие вокруг вас лица, треугольники, квадратики, возникают летающие вокруг вас линии. Это случается еще чаще. Возможно, как-то что путь и где путь, они что-то как-то неправильно между собой конденсируют. Или информация не в тот путь идет? Нет, все в тот, все в тот, все в тот. Но еще чаще, чем линии, просто вокруг вас начинает внезапно появляться какой-то такой визуальный шум в виде каких-то точек. Просто такие много-много-много точек, 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 было-было-было-было, пропало. Вот это еще чаще. Это самый частый тип синдрома Шарля-Банэ. Ну что понятно, ты видишь какие-то объекты, которые... Ну что, нет идей? Сдаетесь? Смотрите. Ну я бы накидала идеи, я бы кудала. Ну что, ребят, остальные кто-нибудь, кроме Майи, вдруг у вас есть какие-нибудь гениальные идеи? Какая-то странная штука, когда в качестве... Там кто-то хочет что-то сказать? Не-не, я хотела сказать просто, что мы видим. А, окей. Все. А, то есть смотрите, получается какая-то загадочная вещь. Еще разочек. Когда без каких-либо видимых кирпичиков ваш мозг все-таки начинает видеть целостный образ, а дальше его нарисовывает. Причем чаще он это делает с точками, реже он это делает с линиями, еще реже он это делает с фигурами, совсем редко он это делает с полноценными образами. Давайте разбираться. Во-первых, в том или ином виде, в каком-то из этих подтипов синдром Шарля-Баде. Это действительно очень частая история. Он встречается там, смотрите, там 15 иногда процентов пожилых людей. Супер распространенная вещь. Давайте попытаемся понять, чем эти 10-15 процентов пожилых людей отличаются от других. Еще разочек. Чаще всего того или иного рода геометрические галлюцинации порежем мультфильмы, совсем редко полноценными зрительными образами. Итак, причина. В чем же тут дело? Чем эти 15 процентов пожилых людей отличаются от остальных 85? Тем, что у них частичная слепота. А их мозг достраивает... Ну... Давай, давай, давай. Хорошо, хорошо. Сейчас. Ну, то есть, мозг достраивает то, что он не видит? Ну, то есть, просто он неправильно достраивает, и это все? Угу. Мозг неправильно достраивает то, что он не видит. Ну, вот в случае с, например, линиями, летающими вокруг вас. А их же нет на самом деле. Ну, возможно, эта линия просто не останавливается. То есть, была какая-нибудь... Ну, там же надо как бы линию ограничить в какой-то момент. Да. Вот. И, например, линия началась, а дальше она просто не заканчивается. Нет, нет, нет. Это абсолютно независимая такая линия. Это как бы не было, взяла, появилась. И полетела, полетела. Ну, могла полететь, могла моргнуть и пропасть. Могла где-то застыть. И тут бывает по-разному. Очень странно. Да. Смотрите, все дело в том, о чем идет речь, когда мы говорим с вами о частичной слепоте. Речь идет не о том, что у вас выпала там половина зрения или там еще одно слепое пятно образовалось. Речь идет о том, что вы просто очень плохо видите. То есть, у вас поражен, ну, например, не буду пока вводить подсказку. А у вас поврежден, например, зрительный нерв. Ну, бывают люди с повреждением зрительного нерва. Они могут быть врожденные, эти повреждения, но чаще всего они приобретенные в результате какой-то травмы. Таким образом, зрительный нерв в целом проводит информацию, но очень плохо. И человек очень плохо видит. Видит в целом, но очень плохо. Почему в этот момент у него возникают летающие точки линии? Ну, ему не хватает информации, он почему-то начинает достраивать линии. Супер, да. Абсолютно. На самом деле, ты вот в миллиметре остановилась до верного ответа. Именно так. Ему не хватает информации. А для того, чтобы разобраться в том, почему так происходит, почему он в этот момент начинает дрессовывать, надо понять, кому ему. Не Шарлю Банне, не человек с этим синдромом. Не хватает информации нервным клеткам первичной зрительной коры. Они привыкли получать нормальную информацию от зрительного нерва. А тут здравствуйте, частичная слепота. И они пытаются эту информацию побольше получить. Когда я вам задаю вопрос, а вы не можете придумать ответ, я у вас начинаю выпрашивать этот вопрос, намекать вам всячески на то, чтобы вы выдали мне правильный ответ. Вот первичная зрительная кора делает так же. Она повышает свою чувствительность к сигналам от зрительного нерва. Зрительный нерва не дает информации достаточно, и поэтому мы повышаем чувствительность к той небольшой информации, которую все-таки получаем, чтобы хоть что-то разглядеть. Как будто бы зрительная кора приглядывается. Ансамбль там просто рецепторов становится больше к медиаторам. Но по сути это просто приглядывание. Ну и с обратными навеками, конечно. А если так? А если так? А может быть так? С подсказками. И вот тут-то и возникают, конечно, галлюцинации. Любая малейшая точечка, которая просто моргнула лампочка, а просто какой-то фотончик шальной слишком сильно долбанул по сетчатке, что случается регулярно. Да, если вы закроете глаза, у вас вот эти фосфены будут регулярно возникать, да, какие-то избыточные фотончики. Вот тут то же самое. Какие-то избыточные фотончики с открытыми глазами тоже есть. В целом, ваш мозг их в норме отбрасывает. Потому что он низкая обработка информации их подтирает. Но тут совершенно другая история. Тут нам не хватает информации. Мы начинаем из этих малейших фосфенов их вытягивать и превращаем фосфен в точку. Или в линию. Если речь идет о поражении зрительного нерва. То есть речь идет о том, что голодает информационно-перличная зрительная карта. А в какой ситуации возникают геометрические мультфильмы? С лицами, с разными звездистыми линиями, облачками и всяким таким. Ну то есть получается, что они становятся более чувствительными в линии, то почему не знаю. То есть они обратно отправляют типа а мы можем геометрические мультфильмы? которая должна видеть линию увеличивают чувствительность. И не линию поэтому восприняла за линию, а точку маленькую случайную восприняла за линию. Почему? Типа Ну смотри, давай я напомню, как это работает. А вот у нас есть условный таламус или сетчатка. У него были круглые рецептивные поля. Вот одно такое рецептивное поле, вот соседнее рецептивное поле, и вот еще какое-нибудь еще одно соседнее рецептивное поле. Да? Вот так вот. Все эти три клетки передавали сигнал нейрону первичной зрительной коры. Каждая, 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 каждая из этих трех. Если передают сигнал кто-то один из них в норме, то клетка первичной зрительной коры героически молчит. Ей важно получить сигнал со всех трех. Вот эта клетка. Если получила сигнал со всех трех, значит мы видим вот такую вот линию, правильно, протекальную? Которая прошла вот так вот тут по центру. Да что, если мы повысим чувствительность? Теперь нам точки будет достаточно для того, чтобы включиться. Не трех точек, а точки. Это и есть повышение чувствительности. то есть и мы вместо точки гемления. Вот этот георг, он будет хорошо, ладно. Поняла? Классно? Так нам нужно, чтобы... Тогда с фигурами точно так же понятно. Только теперь какие тракты повреждены? Какие что? Ты права, с фигурами точно так же, но тогда о повреждении каких трактов идет речь? Если это тракт, идущий к первичной зрительной карет, то мы видим линии. А если мы видим фигуры геометрические, и лица, и руки, то тогда о чем идет речь? Ну, наверное, нарушение... Тут, наверное, не... По пути, наверное. Да, тут дальнейший путь уже нарушается. Тут нарушается уже путь, сидящий к первичной и вторичной зрительной карет. Вторичная и вторичная и геометрические фигуры. И если мы их себе дорисовываем, значит теперь не первичная приглядывается, а вторичная приглядывается, и ей не хватает информации. Но если мы едем, видим полноценных вот этих вот женихов, которые вошли на званный ужин, которых не существует, то значит, что приглядывается сама велесиновидная и звелина, что она из вторичной зрительной коры недополучает информацию. Все зависит от того, где от старости возник нейродегенеративный процесс. На уровне зрительного нерва, на уровне первичной и вторичной электритичной зрительной коры. В зависимости от того очага, где начали помирать нейроны, в зависимости от этого разные участки мозга будут приглядываться и, соответственно, будут возникать разного вот такого вот рода галлюцинации. И на самом деле это совершенно феноменальное явление, потому что в большинстве случаев, когда у людей бывают галлюцинации, люди понимают, что это галлюцинации, потому что они как-то не соответствуют реальности. Потому что обычные галлюцинации возникают там на фоне приема наркотиков, алкоголя, еще чего-нибудь. И они не входят, не вписываются в ту реальность, которая происходит вокруг. Это всякие розовые слоники, которые вдруг внезапно что-то происходит. Но если у вас синдром Шарля-Боне связан с повреждением трактов, идущих в оверетиновидную звену, то у вас возникают полноценные образы, потому что ваш мозг их честно дорисовывает нисходящая обработка информации. Это не внешнее странное влияние наркотиков. Это ваш мозг какую-то точку принял за объект к вашей дочке подрисован жениха. И это будет суперправдоподобная картина. И пока ваши дочки не посмотрят на вас круглыми глазами и скажут где пей таблетки, пока они этого не сделают, а до этого момента вам будет казаться, что все так и есть, что все в порядке. Потому что это именно ваш мозг продуцировать изображение разумеется адекватно в этот момент его вписывают в окружающую среду. Совершенно необычный удивительный тип глюкционирования. Никому не пожелаешь, правда. Но тем не менее. Ну и подводя итоги тому, что мы с вами сказали, посмотрим на последнюю иллюзию. А видите, как двигается тут черный вот этот многоугольник? Не кажется ли вам, что он так дергается? Да, внутри не да. Не, вот красный двигается, да, и он такими рывками это делает. А а что если я скажу, что на самом деле никаких рывков нету, его движение плавно? Это очень странно, и это увидеть даже не удается. Прямо кажется, что он двигается рывками. Но увидеть это можно, если я возьму и потушу яркость центрального круга. Вот если вот этот центральный многоугольник синий, я его сделаю прозрачным, я его солью с фоном, тогда он будет гораздо легче увидеть, что на самом деле красная вращающаяся фигня, она вращается не рывками, а постепенно. А давайте я немножечко перемотаю чуть-чуть видео. Я вам не то видео вставил. Нет, такого не может быть. Давайте я вам вставлю то видео. Так, ура, возвращаемся. Если вы далеко убежали, вернитесь, пожалуйста. Сейчас я надеюсь. А что происходит? Все заработает. Поехали. Да, вот, соответственно, еще разочек, вот это его зубчатое вращение. Вот попытайтесь сейчас самостоятельно поймать эффект, как будто бы оно двигается равномерно. Это очень сложно. Каждый раз кажется, что оно приостанавливается, удаляясь от зубчик. Да, это вот прям очень четкий эффект. Единственный способ его снять, это убрать зубчики. Вот если бы зубчиков не было, тогда вы смогли бы увидеть нормальное полноценное вращение этой штуки. Самостоятельно это сделать почти невозможно. Даже зная о том, что оно двигается равномерно, поскольку я вам уже все проспоедил, вы не можете добиться этого эффекта самостоятельно. Ну, а теперь, собственно, давайте займемся убиранием зубчиков. Вот если зубчики убираю, видно, что это нормальное равномерное вращение. Да? Да. И получается абсолютно такая спокойная, классная, размеренная фигура. Вот такая штука. Очень странный эффект. Очень странная картинка. Да? А если мы перезапустим, то по-прежнему рывками. Почему так? Потому что мозг умный. Не знаю. Да, потому что мозг слишком умный. А что на самом деле? Потому что это очередной пример того, когда где путь влияет на что путь, а что путь влияет на где путь. Мы видим уголки. Мы видим, что один объект двигается к другому объекту, и вот они касаются. Но в этот момент должна быть остановка движения, правильно? И мы ее видим. Предсказав будущую остановку движения, мы ее видим. И это абсолютно сумасшедший феномен. Когда у нас с вами была лекция, посвященная где пути, вроде бы все здесь присутствующие на ней были, мы с вами говорили о том, что мозг умеет предсказывать будущее по движению. Но раньше мы под движением имели в виду и под будущим имели в виду именно будущее движение. А тут видно, что будет остановка. И мы ее предсказываем тоже. Информация о препятствии и что пути приходит где путь и где путь предсказывает движение, предсказывает остановку, которой на самом деле нет. Но мы ее увидим нисходящей обработкой информации, потому что развитие событий будет примерно ай-яй-яй-яй-яй-яй извините. Потому что развитие пути что-то у меня сегодня с презентацией, она уже второй раз за лекцию. Куда-то непотребно вылетает. Давайте я еще разочек ее открою. Ура! Потому что обработка информации в этой ситуации будет происходить довольно-таки нетривиальным образом. Смотрите, мы в восходящей обработке информации получаем информацию сначала вот туда, первичную зрительную коробку. И с первичной во вторичную. Дальше в где путь о том, что есть движение. И в что путь о том, что есть препятствие. Вот получили информацию в что путь о том, что есть препятствие. Информация о препятствии и что пути пойдет в где путь. А где, напоминаю, в виде движения предсказывает будущее. Теперь с учетом препятствия. Значит, мы увидим остановку. А что такое увидеть остановку? Это значит, что в ответ, где путь передаст информацию, в что путь, чтобы мы увидели этот объект остановившимся. А он, нисходящая обработка информации, доведет досюда, досюда, до линий, и даже до точек сетчатки, информацию о том, что объект теперь находится вот в этом месте, и он там застрял. Чувствуете, насколько все переплетено на самом деле? Насколько все веселее, чем было на наших самых первых лекциях по устройству всей этой нервной системы? Насколько оно все со всем связано? Вот такой мозг офигенный. А оно всегда так делается? Да. Невозможно отключиться? Нет, невозможно. Это нейроны. Они работают, они каждый раз пытаются, они каждый раз обмениваются информацией между где и что путем, чтобы ты могла грамотно взаимовесить с окружающим миром. Это постоянный процесс. И эти связи, они абсолютно нормальны. Без них ты бы, в общем, не могла, правда, предсказывать, не будущее. Без них ты не могла бы огибать препятствия, которые двигаются рядышком с тобой. Тебе нужно предсказывать, как они двигаются. Для этого тебе нужно, чтобы твои где и что путем обязательно обменивались информацией. То есть вот эта вот кажущаяся избыточность связи, она правда кажущаяся. Все эти связи абсолютно необходимы, чтобы взаимодействовать с реальными, как бы, не с картинками, а с реальными двигающимися объектами и понимать, как они там соударяются взаимодействуют друг с другу. Вот такая штука. Но что произойдет, если связей еще больше? Вот эти связи, они нормальны. Они кажутся парадоксальными, потому что они идут из одной части мозга в другую, но без них никак. Но что, если я вам скажу, что существуют такие люди, у которых есть правда избыточные связи, которые соединяют разные участки мозга, довольно случайные иногда. И вот это не те связи, которые нужны, а это случайные лишние связи. Как вы думаете, как будет себе существовать такой человек, у которого есть случайная лишняя связь между разными участками зрительной коры? Или вообще между зрительной и слуховой? Тяжело. Но он будет видеть и, ну короче, воспринимать не то, что на самом деле очевидно будет. А как это выглядит, как это устроено и как часто это бывает, этому будет посвящена следующая лекция. Которая является, конечно, на самом деле прямым продолжением этой. Пускай будет это большим-большим спойлером для того, чтобы вы пришли, для того, чтобы те, кто продал, бывают лекции, тоже пришли. И подробно об этом эффекте уже не гигантского количества нормальных связей, а гигантском количестве иногда избыточных связей, мы с вами поговорим. Рад вам с вами видеться. До следующей недели. Пока-пока. Спасибо за урок. Пожалуйста, пока. До свидания. Пока. И до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok